Хотел бы начать с темы баллистической ракеты, первой украинской баллистической ракеты, созданной в Украине. Понятно ли, что это за ракета, какие-то подробности насчет этого вооружения? Смотрите, во-первых, нужно не забывать, что Украина в 1991 году получила большое наследие советское в плане разработки ракет, баллистики и все научные и инженерные базы, которые есть. То есть сам факт того, что Украина может разработать баллистическую ракету, абсолютно не удивительно, это абсолютно нормально. Это большое индустриальное государство. Теперь, до начала полномасштабного вторжения в 2022 году у Украины была программа по созданию ракеты, ну ТРК это комплекс у нас баллистической ракеты. Вот, Сапсан, она же Грим, ну то есть Гром, которая должна была сначала, там была идея о том, что это будет поставлено на вооружение самой Украины, потом это была идея ее на экстра отправить, например, в Саудовскую Аравию заинтересовалась. И в 2018 году, то есть получается за 4 года до полномасштабного вторжения, рапортовали вот в Украине, что разработки, отработанные над этим проектом, они завершены на 80%. Понятно, что одно дело вам создать ракету, то есть как бы доработать, другое дело поставить ее на серийное производство. Это два абсолютно, ну, разные состояния, назовем это так. Вот, то есть создать ракету не проблема сегодня, даже небогато государство может создать ракету. Другое дело, что сложно поставить на серийное производство их, и Украине нужно не просто разработать баллистику, поставить на серийное производство. То есть мы понимаем, что Украина вступила в большую войну, имея не просто инженерную научную базу, но в том числе уже наработки и разработанные какие-то инженерные решения больше, чем наполовину. И это говорит о том, что если решение Киеву было принято закончить этот проект, скажем, в 2022 году, когда началась большая война, весь вопрос дальше заключался в материальной базе и в деньгах, в основном в деньгах финансирования. Ну материальная база есть, плюс еще в тылу Украины есть большой в виде 50 стран, которые помогают и так далее, НАТО и не только. То есть вопрос был весь в финансах и деньгах. Но мы знаем, что Украине предоставляют деньги немаленькие, то есть видимо от стран НАТО до Евросоюза и Японии предоставляют суммы немаленькие Украине. То есть Киев выделил какую-то любимую долю этих сумм для того, чтобы закончить этот проект. То есть опять же, Зеленским не говорится о том, что это конкретно Сапсан или Гром, но сложно себе представить, что они с нуля что-то разрабатывали. Вероятно, украинцы все-таки взяли этот проект и допилили его, грубо говоря. Довели его до ума, так что действительно у них уже есть испытания, были испытания этой ракеты. То есть она уже существует, раз были испытания. Дальше, с чего я начал, весь вопрос стоит в том, чтобы поставить это на поток, то есть на производство, серийное, чтобы какое-то энное количество этих ракет производить в год. Ну и дальше уже наносить удары по территории России и баллистические ракеты. То есть тут речь идет о сотне километров минимум. Да, как раз про это тоже хотел спросить. Если сравнивать эти украинские ракеты с теми дальнобойными ракетами, которые Украина получает от стран Запада, то как это сравнение выглядит? И насколько, на ваш взгляд, это производство ракет на территории Украины связано с такой нерешительностью Запада относительно ударов западным вооружением по территории России? Это не только связано с действительностью Запада, это еще связано с дальностью большинство систем американских или британских, французско-британских, например, крылатой ракеты. Они не добивают до Москвы. Украине очень важно поставить Москву под ПСЛ. То есть Украине очень важно, чтобы до Москвы долетели не дроны, у которых относительно ограничены все-таки возможности, которые легко сбить, а баллистика. Например, чтобы российская столица была угроза, чтобы по ней может прилететь ракета, которую фактически сбить почти невозможно, Россия фактически не может сбивать баллистику. Вот, может прилететь баллистическая ракета с полтоны веса взрывчатки, боеголовки. Ну а а-ля Искандер? Ну тоже нужно понимать, что техническое наследие у Российской Федерации и Украины одно, советское. И вот это, если мы смотрим, есть фотографии, есть макет, ракет этот из Сапсан, он же Гром. Ну это выглядит как Искандер. То есть у Искандера и у Сапсана там как бы одни корни, вот, советские. Но вот, когда Искандеры прилетают, мало не покажется. То есть Украина хочет создать оружие, которое может поставить под угрозу Москву, что можно в Москве наносить удары по стратегическим объектам там. А я напомню, что в Москве сконцентрированы все основные механизмы функционирования российского государства. То есть Россия это очень гиперцентрализованное все-таки государство. То есть там научные центры, военные базы, да, логистические цепочки. Все дороги ведут в Москву, то что называется. Вот. Поэтому это очень мощный козырь для Киева в будущих переговорных процессах, когда украинская баллистика угрожает Москве. Еще буквально год назад Владимир Путин заявлял, что если прекратятся западные поставки вооружения на территорию Украины, то вооруженные силы Украины мгновенно сдадут позиции, мол, в Украине ничего собственного не производится и не может производиться. Что за последние, ну, уже почти три года войны производилось в Украине? Как повлияла война на развитие, в том числе, военно-промышленного комплекса страны? Вопрос в масштабе. Конечно же, Украина производит, но вопрос в масштабе. То, что она сама производит, это недостаточно для того, чтобы насытить фронт. Более того, то, что Запад передает, это недостаточно, чтобы насытить фронт. То есть действительно война такого масштаба, что нужно нереальное количество, вот, огромнейшее количество. Миллионы снарядов, такие всякие вещи и так далее. То есть Украина может производить артиллерийские мины и так далее, но она не будет производить миллионы снарядов, например. Это уже действительно усилие Запада. Плюс Украина не может производить высокотехнологичное оружие, например, ракеты «Патриот». Поэтому часть пакетов помощи США, которыми под долгосрочные программы помощи идут миллиардами долларов американских, и USA, например, программа, это производство, например, перехватчиков к ракетам «Патриот», которые Украина сама произвести не может. Или ракеты к GmailRS, к «Хаймарсу», даже Украина сама производить не может. То есть речь идет или о масштабе, или о высокотехнологичных видах вооружений западного образца. Поэтому, когда Путин говорит, что если прекратят, то Путина не пугается, что Украина производит артиллерийские мины или, например, свои дроны и так далее. Им мешает России. Это как раз высокотехнологичная западная помощь. Поэтому Украина сколько бы ни наращивала, есть дисбаланс и полная асимметрия в силах и возможностях России и Украины. Если рассматривать их отдельно, каждое государство по отдельности. Поэтому, конечно же, Россия, Кремль прекрасно понимает помощь, которая идет от Запада. Там конкретно Путин говорил про оружие, но если шире, то в том числе и деньги. Потому что Украина получается поддерживать функционирование своего государственного аппарата и развивать свое производство с помощью дотации. То есть экономика Украины дотационная сегодня. Как я уже сказал, это большая помощь не только от американцев, но и от Японии. Это очень большие суммы, речь идет о миллиардах. Это все идет и на функционирование государства. Кстати, сейчас российские активы начали передавать потихоньку, замороженные. Это все идет и на развитие ВПК, в том числе, и на открытие новых производственных цепочек, и на функционирование своего аппарата, на зарплаты, как госслужащим, так и военным отдельно и так далее. То есть речь имеется в виду вшире, полностью поддержка Запада. Спасибо большое за Ваш комментарий.